Бодружки, смотрите, какой у нас тут красавец! К нам приехали вот такие банглибу, клевые комбинезоны, в которых мы сегодня пойдем гулять. Здорово, что он до минус пяти. Тут особо не нужно думать по поводу разных слоев. Во-первых, здесь капюшон очень глубокий, то есть если на улице не совсем холодно, и можно без шапки, в целом он может ее заменить. Также он снимается, потому что есть молния. Очень круто, что защищено горло, и оно очень высокое, то есть от ветра, от всего. Ребенок будет защищен и будет в тепле. Плюс к всему материал отталкивает влагу и не пропускает лишний ветер, поэтому ему будет тепло, как я уже сказала, аж до минус пяти. Двойная молния. Здесь, если что, также можно поменять легко-легко подгузник. И также круто, что здесь есть вот такие вот манжеты, которые подгинаются, и получается, что ребенок 2-3 сезона спокойно может ходить в этом комбинезоне. То есть это очень ответственное потребление, и не надо покупать лишние вещи. И на ножках тоже здесь такие же манжетики, которые, видите, подгинаются. Ну, а на спине вот такая вот резиночка. Отлично. И ребенок прям очень красивый, стильный, да? И комбинезон получается немного-немного приталенный. Эй, котенок, нравится? Нравится. Да, скажи, настоящий мужчина сильно эмоций не проявляет. Внутри у него очень приятный начес, который не только теплый, но еще и позволяет легко ручки, вот этот комбинезон и ножки вскользнуть. И очень удобно это все дело одевать, и маме не нужно мучиться. Карманы для машинок и камней. Это тоже очень удобно. Ну и в целом очень классная вещь. Так что ты к прогулке готов. Сейчас наденем на тебя еще носки, да? И также еще нам нужно одеть твоего маленького братика. Пойдем на улицу? Да! И побежал. У нас тут двойная ситуация. Ну и тут, конечно же, тоже мы надели на него такой комбинезон. Прекрасный. Сейчас покажу. Для новорожденных. Да? У нас сейчас начинается история, когда братья одеваются одинаково. И у нас полное совпадение. Вот здесь вот такой же комбинезончик, что очень круто для малышей. Здесь ножки закрыты, и сзади есть резиночка для пяточки. И для тех, кто уже начинает потихонечку ползать, здесь молния, она уходит во внутреннюю часть бедра. Это означает, что ребенку ползать будет в нем удобно. То есть молния не будет проходить по коленке, и, следовательно, не будет ребенку давить на эту коленочку. Ну и вот так вот комфортно малыш спит. Будет у нас получать солнечные ванны сегодня, да? Эй! Своим новым комбинезончиком. Ну, мне кажется, очень комфортно. Тут это все можно дело прикрыть. И вот так вот прикрыть. И вот отдыхает человек. Ну и вот этот мой красавец. Для прогулок в саду. Прямо то, что надо. Да, скажи? Удобно ковыряться, играть и все такое. Молодца. Так, а в колясочке у нас тут дела вообще отлично. Еще солнце светит, и нам прям в тему летний капюшон. Ребенок может на солнышке еще полежать. И вот так вот. Наличка, да? Пусть тебе посветит. Ну, дружище, у тебя как дела? Ну, я понимаю, тут любимое место у нас вот это вот. Черни. Мы уже сняли все наши летние аксессуары. Оставили только мебель пока, потому что вот когда солнечный день, можно посидеть. Котеночек. Бассейн мы тоже уже сняли. Да, Рэм? Ну, остались у нас красивые уже к осени цветущие цветы. Вот у нас тут гортензия, которая от белого цвета меняется на вот такой вот безумно красивый розовый. Прям осень-осень называется. Подружки, еще хочу поделиться с вами радостью. Помните, я показывала, рассказывала про хаку. Ну, точнее сказать, не особо-то рассказывала, а просто вам показывала. Короче, вот такая вот обычная силиконовая непонятная бутылочка с присоской, которая присасывается на столешку, если ты ставишь ее. Короче, суть в чем? Когда ты кормишь ребенка, одной грудью вот так вот сжимаешь, прикладываешь ко второй, отпускаешь, и вакуумом она присасывается ко второй свободной груди. И таким образом она ловит все то молочко, которое в другом случае просто бы протекало бы в прокладочке и в бюстгальтере, или просто в бюстгальтере. Короче, ловит то молоко, которое просто, в общем, из свободной груди льется и капает. Так вот, сегодня на день съемки этого видео у нас получается без двух дней неделя, то есть это пять дней после того, как я приехала домой и как вечером пришло мое молоко. Пять дней. Сейчас покажу вам результат этой прекрасной хаки. Посмотрите. Вы можете в это поверить? То есть это человек, который из роддома приехал домой ровно пять дней назад, и всего-то навсего пришло молоко. Понятное дело, что когда оно только приходит, есть прилив, оно не стабилизировано еще, и непонятно спрос предложения. Ну и, короче, молоко может быть обильно-обильно. Здесь нужно очень сильно следить за тем, как молоко поступает и как ты кормишь ребенка, чтобы не было маститов, лактостазов и прочего-прочего. Но у нас сейчас в целом грудь чувствует себя очень комфортно. Я чувствую моменты приливов. Ребенок у меня в целом ест каждые, там, ну не знаю, по требованию, в общем, кормлю. То есть начиная от полутора часов, заканчивая три-три с половиной, если он там сильно где-то уснул прям и не просыпается. Но я стараюсь больше трех часов не выжидать. Ночью, как когда. Одну ночь он просыпается каждые три часа, другую ночь он просыпается каждый час или час-полтора. Ну это вот раз на раз. Но суть в том, что каждое кормление, вот я кормлю ребенка, то есть ребенок у меня поел, то есть это не отдельное сцеживание вообще нифига. И каждое кормление, и вот этот объем, он просто параллельно к кормлению. Это просто магическая штука, которая создаст банк молока вот на ровном месте. И это просто удивительно. Особенно если учитывать, что это действительно не молокоотсос. И это просто вот этот объем молока, если бы не было хаки, я бы просто его слила бы в свой бюстгальтер. Вы представляете? Это просто удивительно. Так что, подруженьки, кто мечтает создать банк молока и задумывается об этом, обратите внимание вот на такие штуки. У других компаний тоже такие есть, но в моем случае вот я купила самую такую популярную во всем мире. Это Хака. Ссылку оставлю в описании этого видеоролика. Радость матушки. Прикиньте. А молоко, как топленое, блин. Вот я вот прям роженица, молодец. Офигеть. Так, а Гранд, сеньор, помидор, у нас тут отдыхает в своей кроватке. Давай-ка опустим бортик. Ну-ка, как твоя зевушка у тебя тут? Нравится? Слушайте, ну вот этот кокон-зевушка вроде бы как бы зашел. Ну, то есть я вот пару раз его укладывала. Он такой очень мягкий. Здесь есть специальный пояс, который фиксирует малыша, чтобы он никуда не увернулся. И маленькие валики вот под его ножками. Но тут куда-то он у нас заехал. Нам его нужно, очевидно, чуть-чуть вот в эту сторону подвинуть. Этот валик как раз-таки определяет, как далеко или близко к краю, или от края будет лежать малыш. Самое главное, чтобы его подбородок, он не прижимался к груди. Чтобы голова была максимально у нас прямой. Да, малыш? Ну, здорово. Ну, пару снов он тут поспал. Кстати, сегодня померила шапочку, которую в роддоме купила. Просто прелесть невероятная. Сейчас покажу. Ну, и вот такой вот маленький гномик у меня тут. Явно к зиме твоя башка вырастет чуть-чуть. Да, головяшка твоя? И будет чуть-чуть тебе в этой шапке поинтереснее, пока она, конечно, великовата. Но если затянуть, то вроде бы как бы вот так вот прям тепло. Так, драконы мои там психуют. В общем, Грэнд, у нас сегодня с тобой первое купание, первая ванна. И мы с тобой сегодня будем намываться. Да? Покажем подругам, как мы с тобой тут намываемся. Ладно, что-то там драконы твои меня зовут. Пойду посмотрю, что они там делают. На мой тебе лану. И мы пойдем. Да, человек? Да, согласен. Ну, Исик? Что тут? Ну, и что тут у тебя? Ну-ка-сь. Ну, давай, показывай мне, что вы тут с папой натворили. Давай, показывай, как вы с папой тут играете. Что у вас тут? Ой! Вы тут, смотри, использовали нашу коробку от умницы. Молодцы. Давай, Алина, ты тут. Да. Молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok Все складывается, игра закончена. Ну, молодцы, вы прямо у меня самые аккуратные люди на свете. Мамино счастье называется. А вы можете на кухне так же, с грязной посудой? Я была бы очень благодарна. Папкина школа. Молодец. Молодец. Поставь коробочку сюда. Хорош, поставь коробку. Ой, ты, Бози, какая тяжелая коробка. Маме, да? Ну, куда ты? Ну, вот. А это мамина, очевидно, да? Вот эта зона мамы, да? А та вот эта, которая у вас там в порядке, это ваша. Я понял. В общем, это стирочка моя. Для ванны у нас все готово. Малыша, вот наша ванна. Я набрала воды, не выше 37 градусов. И вот такая вот у нас горка, ванночка от компании Манечкин. В ней, собственно, мы будем купать малыша. Сегодня, правда, в большой ванне. То есть, не на столешнице на кухне, а вот в большой ванне. Я думаю, так будет нам комфортнее. Что у меня здесь еще? Здесь у меня моя прекрасная корзина со всем, что мне необходимо для купания малыша. Значит, здесь у меня всякие разные подгузники, которые мы пробуем и смотрим, какие лучше всего подойдут малышу. И некоторые из вас мне спрашивали, зачем тестировать несколько подгузников? Просто купи японские и корейские самые лучшие и вперед. Сразу отвечаю. Например, когда родился мой первый сын, я ему купила хорошие японские подгузники Муни. Эти подгузники у нас без конца протекали. Потом мы попробовали памперс. Памперс вся попа красная в опрелостях. И таким вот образом мы искали альтернативы и нашли подгузники Генки. Для него они подошли лучше всего. В этот раз мы для малыша сейчас пробуем те же самые Генки Ньюборн. Потом у меня Офф Спринг. И здесь Блэк Рэббит. Прочие подгузники попробовали. В другом выпуске расскажу, какие нам понравились, какие не очень. Здесь, значит, муслины и всякие слюнявчики. И тут все, что необходимо для гигиены. Крем для попы, лосьон, масло. Потом спиртовые салфетки для поповины. Потом, что у меня Меделла для моей груди. Дальше здесь у меня Мермистин. Это тоже, если есть необходимость, обработать пупочек. Ну и это на будущее. Тут пробиотик, спумизан, но этим мы еще не пользуемся. Короче, вот мой верный друг, который каждый день мне помогает, в общем, в любом помещении дома ухаживать за моим малышом. Потом здесь у меня пеленальный столик. Значит, здесь у нас полотенчика от Элоди. Вот такая вот прекрасная мышка. Бамбуковое полотенчика для лица. И пеленка от Алант для купания малыша. То есть я ее мочу в теплой воде и накрываю ребеночка этой пеленкой для того, чтобы, во-первых, ему было комфортнее, теплее. И если ребенок в ванне орет, а я не знаю, будет ли мой ребенок орать, поскольку это наше первое купание, то всегда хорошая идея накрыть его мокрой пеленочкой, промоченной в теплой воде. И тогда животик, ответственные места также накрываются и ему комфортнее. Ну и также во благо съемки видеоролика также буду накрывать интимные места моего ребенка, чтобы меня тут не забанили. Ну, в общем, вы поняли. И потом здесь у меня подготовлена одежда, уже как вы дали прозвище моему ребенку печенюшка. Вот теперь у нас будет бодик печенюшка, шапочка после ванны и на всякий случай соска. Так что здесь, ну, в общем-то, все, что нам нужно. А, по поводу соски. Я ему предлагала два вида сосок. Один вид это Авент. Сама сосочка одинаковая, просто есть разные вот эти вот части, мягкая для ночного сна. То есть здесь такой силикон мягкий. И пластиковая, которая днем. И также я ему еще предлагала, предлагала, где мои сосочки. Сейчас покажу. И также я ему предлагала вот такие вот прелестные сосочки от Aladi. Rem пользуется только этими сосками на данный момент. А вот Grand эту сосочку из Оскоса, ну, как-то пока не принимает. Авент просто кругленькая ему подошла больше. Точнее сказать, не кругленькая, а вот такая вот похожа прям на, ну, вот реальный сосок мамы. Вот такая ему сосочка подошла, он ее берет. Ну, посмотрим. Может быть, попозже он согласится также принять еще и сосочки Aladi. Потому что у нас их несколько штук, они безумно красивые и качественные по материалам всем. Так что будем держать кулаки. Ну, ладно, все, пошла за ребенком, будем его купать. У нас жутко сухая кожа. Вот какая сухая. И хорошая новость в том, что у нас ровно неделю после рождения отвалилась пуповинка. Пупочное кольцо еще такое большое, но, собственно, будем с ним справляться. То есть мы выкладываем ребенка на живот, обрабатываем и стараемся помогать малышу заживлять. Ногти у нас такие длиннющие и длиннющие. Пока я их не стригла, чтобы не было микротравм, он в антицарапках в основном. Но вот ночью одна слетела, и он поцарапал свое личико. Так что, думаю, скоро, через пару дней, вот это все будем состригать. На ножках. Где у нас тут? На ножках все терпимо, да? Мойки мои пальчики. Ну, ладно, так, давайте пеленку наденем и вперед. Тут кое-кто надул, мне кажется. Куда? Куда? Так, наши любимые салфетки. Всегда и неизменно у Атервайпс. Это прям с рождения. Они для лица, для попы, в общем, для всего. У них есть 10% воды. С Рэмом мы пользовались с самого рождения, с Грантом теперь тоже. Единственное, что в отличие от Рэма Грант терпеть не может холодные салфетки, поэтому их нужно в руке, либо на ноге, либо на мамином животе как-то погреть, перед тем, как вытирать попу. Ну, в общем, думаю до сих пор покупать ли эту специальную штуку, нагреватель салфеток. Ну, готов? Малютка, давай, отпускай. Давай, мышку отпускай, пойдем. Хи-хи. Ну, давай, первое погружение в воду. Ой, ты боже. Опа. Ну. Так. Ой, ты боже. Так, сейчас мама опустится, погоди. Ну, котенок. Так. Сейчас я намочу теплой водичкой тьме. Так. Опа. В целом, новорожденного купать со средствами можно раз, два раза максимум в неделю в начале. Потом уже можно почаще. Сейчас пока у нас, в общем, так, наверное, и будет получаться. Попу мы, конечно, подмываем каждый день. Да? Давай вот так вот тебе польем душиком. Попу подмываем каждый день. Ну, вот, купать. Вот, впервые. Да? Неделя прошла. Суббрать ее купаю. Ну, подождали, пока твоя пуповина отвалится. Хотя с пуповиной можно купать спокойно. Это не нужно, ее не нужно бояться. Главное, в тот день, когда эта пуповина отвалится. Да, Аля, спасибо. Когда пуповина отвалится, тогда уже в тот день не купать. Чем мы ребенка моем? Значит, у меня здесь такое очень мягкое средство. Это масло для душа. И второе средство – это вот такая вот пенка, мусс. Это шампунь для головушки, для того, чтобы избавиться от молочной корки. В прошлый раз, когда у Рэма она появлялась, буквально 2-3 раза я помыла голову, и эта молочная корка, она исчезла. Следовательно, в случае Гранта пока ее нет, но я планирую мыть ему голову этим средством для профилактики, для того, чтобы эта корка в целом-то и не появлялась. Сегодня я планирую его помыть просто руками, так как кожа у него очень нежная, мягкая и очень-очень шелушится. Я не буду использовать никакие там полотенчики. Обычно можно намочить просто полотенце, на него нанести средство, например, это же или любое другое, каким он пользуется, и протирать этим полотенчиком. Но я все-таки в этот раз, в первый, просто руками его помою, а потом нанесу лосинчик. Так, давай, животик свой. Ой! Ну, похоже, друг мой, тебе нравится. И, кстати, у Гранта намного меньше рефлексов новорожденного. То есть я помню, как мы купали Рэма, у него тут руки шли прям жестко. Ну, у него чуть-чуть, вот он сейчас их поднимает, но Рэм, господи, как же он этими руками размахивал. Это было очень комично. Так, воды у нас чуть-чуть многовато. Давай-ка я спущу чуть-чуть. То есть я понимаю, что в горке воды должно быть столько, чтобы, если он повернет головушку, чтобы здесь вот вода не попадала в руд. И ребенок, не дай Боже, не захлебнулся, да? Ну, вот как-то так. Так, давай, помоем все твои складочки. В роддоме я нашим спросила, как обрабатывать его складки, поскольку, когда Рэм был маленький, я обрабатывала стерилизованным маслом, наносила его на салфеточку чистую, на ватку, платный диск, и обрабатывала все его складки. Ну, мне сказали в роддоме, что если кожа не сухая, и если она там не трескается, то это не нужно. Чего, дайка? Да, смотри, братик твой, любитель чистки зубов. Братик твого намываем. В общем, в этот раз я кипяченой водой просто его все складочки батным диском притираю, и все. Главное, шею не забывать, и за ушками, потому что там образовывается больше всего грязи, особенно если ребенок срыгивает. Также мне акушерки сказали, что не нужно бояться, если вода попадет в ушки ребенка. После ванны сразу можно надеть шапочку, пока волосики будут высыхать. Так, ну и вот мы сейчас помоем малышу голову. Рудоне ему очень нравилось. Он прям кайфовал, когда ему голову умыли. Главное, сейчас и нальчика не нали. Да, так прям тебе. Малышка, нужно будет пеленкой тебе промыть. Так, ну давай пенка. Вот ты, Боже. Вот так она выглядит. Просто как пеночка, то есть это же не шапун. И вот этой пенкой я мою ему таким вот образом головушку. За ушками тоже. Поскольку там эта корочка образовывается за ушками, вот эта пенка тоже ее очень хорошо убирает. Прям буквально за раз. Главное, сильно не натирать. Вообще, что касается кожи младенца, главное, ничего нигде не натирать, даже если есть какое-то шелушение, оставить его в покое. Как бы оно не раздражало. Я, например, на себе вот вечно все это делаю. Натираю, растираю, пытаюсь удалить. Но на ребенке это делать не стоит. Ну, так, синер помидор. Давай ручки чистые, чтобы были. Красиво тебе тут только. Я сказала, это только старовидящий. Я это знаю. Ну, я рада, что тебе нравится. Наслаждайся. Жена у тебя просто прелесть, красавица. Он мне сегодня днем говорит, красивая у нас машина, да? Я говорю, да, красивая. Прямо спортбэк. Я говорю, да. Такая же красивая, как твоя жена. Он говорит, ну ты же не спортбэк. Я говорю, спасибо, она сейчас жирная, да? Скорее, не, не жирная, просто они спортбэк, я говорю, окей. Следующий. Ну, в общем, мы сейчас планируем в ванну потихонечку вводить наш ритуал вечерний. Это, понятное дело, до каких-то ритуалов там, режимов и прочего нам еще далеко. Первый месяц уж точно мы этим заниматься не будем. Успитывать ребенка мы не будем. Тут у нас как бы это все по требованию. Но, в целом, ванна нам очень успокаивает теплое. В том числе, если у ребенка есть проблемы с животиком, с газиками. Так вот, обливать его теплой водичкой, это прям то, что надо. Да? Я бы пошел старшего сына посмотреть. Я бы тоже пошла. Я вот сейчас сижу, обливаю и думаю, что он там делает, потому что он захлопнул дверь демонстративно и вышел. Иди посмотри. Ах ты, маленький шкодик. Ремень. Сынок, ты решил взять сосочки. Твоего братика, да? Давай сюда. Сынок, не забирайся, пожалуйста. Я знаю, солнышко, но тебе в эту кроватку не очень хорошо. Она не выдержит тебя, а ты уже большой. Ладно, эта кроватка для более маленьких детишек. Да, но ты уже взрослый. Да, Сынок? Пошли с нами. Пойдем покупаем братика. Пошли. Дай его угадать в трех раз. Либо он залез в мамару, либо он залез в гранта кровать, либо он придет по зевушке. Какой из трех вариантов? Все? Первые два. Мамару и зевушка? Или кровать? Нет, кровать. Отлично. А, значит, кровать и с зевушкой, да? С зевушкой, да. Прекрасно. Зевушка, мы тут проверяем, насколько хорош лошковок он по сравнению с редкастом. Вот наш двухлетний, он по нему и скачет. Поэтому это самый лучший тест. Ой, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Так, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Все-все-все-все-все. Это наша теплая полотенчика. Вот она наша. Вот она наша мышка. Мышка тебя накрыла. Все. Сейчас протрем глазки. И что здорово после ванны, вот сразу видно, все, что шелушится, оно прям-прям-прям отходит. Ну, это вот Мустелло делает. И буквально ты вот промокаешь, вот так вот натирать, конечно, не надо. И оно все уходит, уходит прям здорово. Так, давай чистым полотенчиком. Это у нас бамбуковое полотенце. Безумно мягкое. Я взяла такие специальные на Амазоне для личика. То есть они вот прям мягче, мне кажется, полотенец не бывает. Ну и глаза, если начинают лакироваться слезные железы, мы тогда ромашкой, стерильной водой кипяченой, ну и так далее. В общем, все это дело обрабатывать. У нас пока этой проблемы нет, поэтому мы как-то так спокойно. Да? Все, Грантик, сейчас будем тебя вытирать. Видите, тут сухо. Будем сегодня лосьончиком смазывать. Да, вот так вот. Вот так вот. Главное, грудку накрыть, пока все остальное. Ну и потом уже массажи, потом уже гимнастика. В целом малышом очень приятно маме на прикосновение, поэтому мама может спокойненько массировать маленькие пяточки, и нажимать на вот все эти точечки, да, чтобы разрабатывать это все дело. У нас, кстати говоря, одна пяточка, она вывернута. То есть он лежал в утробе таким образом, что вот эта пятка, она вывернута в одну сторону. Поэтому здесь нужно вот так вот держать и по внешней стороне стопы вот так вот массировать. Но лучше с лосьоном, потому что так сейчас кожа не скользит, можно получить раздражение. И тогда он пальчики оттопыривает и выворачивает стопу обратно. Также мы выкладываем по несколько раз в день его на животик, для того, чтобы и пупочек зажил, чтобы животик себя лучше чувствовал, и, конечно же, чтобы он тренировал свою шею. Потому что он в утробе у меня лежал преимущественно головой в одну сторону. И даже сейчас видно, как он все время ее косит и ложится на правую. То есть он так лежал. Нога и, собственно, головушка у него тоже наклоняются. Поэтому мы и спать его выкладываем после каждого кормления в разные стороны. Ну и на животик выкладываем. Вот я его сейчас даже помазала, и я вижу, как после первого использования мустеллы вот было ровно так же у Рэма. Он прям был, как ящерица маленькая. Вся вот эта кожица, она сходит прям кусочками. Эстетически, конечно, это... Да-да-да, не очень симпатично, потому что кажется, что ребенок прям грязненький. Но... Так, давай-давай-давай-давай-давай. Но с точки зрения состояния его кожи это очень хорошо, потому что это просто все сходит. Я ее как бы оставляю. Чш-ш-ш. 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 Ну вот, человечек комфортно поел, и теперь прилег немного поспать, да? Ну вот, папа сейчас купает Рэма, и они там готовятся тоже ко сну. Я пойду для него делать кашу, и Грант пока будет отдыхать после своей ванны и кормления. Вот у нас положила его в зевушку, закроем его одеялком вот таким вот образом, и будет тебе тепло и комфортно после ванны, да? Ну мне кажется, это полный успех. Ладно, подружки, давайте, желаю вам доброго дня, а мы с вами увидимся в следующем моем видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok